Вот что еще необходимо знать каждому человеку. Фитиновая кислота является запасником фосфора в растениях. То есть эта кислота в себе имеет фосфор, а молекулы фосфора крепко удерживают иные минералы в растениях. Много фитиновой кислоты в оболочках зерен злаков, но фосфор там, так необходимый для костной ткани, в злаках не биодоступен, пока они, зерна, семена не начали прорастать. То есть минералы почти не будут доступны именно в цельных злаках, в сухих семенах. Фитиновая кислота крупы мюсли, то есть давленных злаков, ухудшает всасывание не только фосфора, но и всех вообще, всех минералов, так необходимых для зубов и для других костей. Это к вопросу о новомодной диете, так называемой макробиотике, о которой вещают всякие неучи и попрыгушки, где основа питания это крупные вареные каши. Это ужас просто. Еще раз, не только из подобной пищи вы не получите многие минералы, содержащиеся в злаках, поедая мюсли и цельные крупы, злаки, но еще вот что будет. Фитиновая кислота, попав в организм с этими съеденными злаками, сделает небиодоступным для усвоения организма другие минералы, полученные из другой пищи в это время. Вот в чем дело. Таким образом, со временем в организме будет нарастать дефицит минералов. Не ешьте каши и мюсли никогда, а уж если вам очень хочется, не можется, то сделайте ваши каши таким образом, как это делали неграмотные бабушки столетия назад. Вымочите в течение суток эти крупы, злаки в воде при комнатной температуре, сливая воду, подливая и меняя на новую воду хотя бы раза три в день. Тогда концентрация фитиновой кислоты там снизится во много раз. Вот такой хитрый совет я вам дам в данном случае. И все же помните, в проростках семян идет синтез многих витаминов, в том числе витамина С, который не только является сильным антиоксидантом, но еще и нивелирует отрицательные свойства фитиновой кислоты. Поэтому ешьте проростки. Не стоит налегать на каши, а вот на проростки семян стоит, да еще как.